Игрываются в Соединенные Штаты Америки. Итак, в центральном круге сейчас два футболиста сборной России. По жеребию россияне начинают игру с центра поля. Погода прохладная в Москве, 0 градусов, но сухо и тихо. Самое главное, тихо. В общем-то, наверное, боялись, что будет такая же погода, как вчера. Председателя Организационного Комитета Чемпионата Мира 1994 года президента Немецкого Футбольного Союза господина Эрмана Нойбергера объявляется минута молчания. Поехали! Закончилась минута молчания. Она была связана с смертью лица президента ФИФА немца Нойбергера. Итак, матч между сборными России и Исландии начался. Анопка отправляет мяч налево на Кулькову. Еще дальше передача в направлении Добровольского. Ну, я думаю, вот первые минуты должны пройти такой своеобразной, что ли, разведки. Надо учесть, что, в общем-то, сборная Исландии, такой, что ли, неудобный, можно сказать, не совсем удобный соперник для нашей команды. Это уже седьмая встреча между сборными Исландии и, ну, и будем говорить так, бывшей сборной СССР. Потому что россияне, как я уже сказал, дебютируют в чемпионате мира. Так вот, это седьмая встреча официальная. Три раза выиграла наша команда и три встречи завершились мячу. Двенадцать мячей побывало в воротах Исландцев и четыре в воротах нашей команды. Из боковой гости вводят мяч в игру. И делает это второй номер Маркинсон. С мячом пока Гретерсон Артнер. Два Гретерсона сегодня играют в составе Исландской команды. Братья старшие, капитан команды Сигурдур Гретерсон под одиннадцатым номером. Рядякова чуть-чуть зацепили. И сейчас страхной удар. Из центрального круга пробьет россияне. Шалимов. Мягкая передача на правый фланг. Юран. Распорядился хорошо мячом. Чуть-чуть далековато, по-моему, отпустил мяч. И за боковой исландская команда будет вводить мяч в игру. Ну, с некоторым опозданием я смотрю на табло. Начинается этот матч уже восемь минут. Девять минут часов, восемь минут показывают часы. Так что, наверное, минут 9. Играют футболисты. Братья торцом. И вновь мяч уходит за боковую линию. Ну, в общем, сложности, конечно, были у наших тренеров при комплектовании команды. Надо было еще, в общем-то, быть уверенным в том, что все, кто выступает за рубежом, находятся в хорошей форме. И, в общем-то, они вполне впишутся в состав. Как-то необходимо было быстро очень найти общий язык. Ну, здесь такая деталь очень интересная. Пять футболистов в сборной России выступают в зарубежных клубах. И шесть игроков здесь у нас в чемпионате России. Так что, можно сказать, на 50% команда состоит из тех, кто за рубежом играет. А остальные здесь, в России. Шпортной удар, да. Страшный удар. Ну, что ж, не очень, я бы сказал, неторопливо. Да, неторопливо, вернее, начали эту встречу обе, пожалуй, команды. Ну, с опаской, наверное, будет действовать и сборная Исландии. Хотя, в общем-то, нам памятен матч. Вот здесь вот отборочный последний чемпионат мира 90-го года, когда встреча закончилась в Лужниках в ничью 1-1. Причем за 4 минуты до конца матча отыгрались исландские футболисты. Ну, вот, кстати, от того состава у нас остался один только Игорь Добровольский. Ура! Нет, простите, это Кирьяков был. Исландцы владеют мячом. Нарушение правил. Разыгрывать мяч в гости. Передача на правый фланг. Нет, не поняли друг друга футболисты. И за боковой мяч в игру ведут россияне. Холотовкин ведет это дело. Это скамейка запасных сборной Исландии. Ледяков. Ледяков. Исполнители классных, хороших исполнителей все-таки у сланцев не хватает. Это Киряков с мячом, опасный момент, пас назад. Удар поворотом, нет, не получается удар сейчас у Ледяхова. Атака была быстрая, очень стремительная, на правый фланг отправили мяч. Вот посмотрите, бил поворотом Ледяхов, ну, естественно, что мешали ему там защитники. Это Юран, удар поворотом. Вот это уже похоже на скоростную, хорошую такую комбинационную игру. Аркерсон и упускает мяч за боковую линию. Физически очень крепкие вообще футболисты сборной Исландии. То, кстати, в этом отношении под статьи наша команда. Много игроков с хорошим ростом очень. И, вы знаете, должна выдержать в физическом плане наша команда борьбу там с окно площади соперника. Почему-то кажется, что все-таки в основном игра должна проходить на половине поля исландской команды. Шалимов. Колотовкин. Передача Стахуева вступает в игру Кристенсен. Вратарь сборной Исландии. Обращаю ваше внимание на позицию, которую занимает Игорь Шалимов. Как мы привыкли его видеть на левом фланге. Крайним полузащитником, причем очень активным, умеющим обострить игру. Пойти поперек поля, в центр, ударить поворотом. А сейчас он играет, знаете, на месте опорного, по-моему, полузащитника, если я не ошибаюсь. Так, между нападающими и игроками обороны Лиряхов. И мяч уходит за боковую линию. Очевидно, в интерьере ему отведена именно эта роль. Поэтому он, наверное, привык уже выступать на этом месте. Хотя, мне так кажется, он универсальный игрок. С мячом Шалимов. Кристов. Нет, не пошел, не пошел вперед. Партнер это был Карпин. Исландцы завладели мячом. Вот так обозначилось и гороскопировое, да и территориальное преимущество сборной России. И уже был создан довольно острый момент ухловорот с исландского голкипера Беркера Кристенсена. Калатовкин вводит мяч в игру. Получает передачу от Шалимова. Смотрит, кому сделать передачу. Литяков устремился вперед к штрафной площади. Там высокий центральный защитник. Гудвинсон выбивает мяч. Мяч вышел за боковую линию. Я сказал о том, что в составе сборной Исландии достаточно, в общем-то, футболистов, которые выступают за рубежом. Ну, в частности, вот Гудвинсон играет за Андер Лехт, Бергсон за Тоттенхэм. Затем Гретерсон, это капитан команды, за Грасс Копперс. Ну, нет Сверисона. Дело в том, что он выступает за Штутберг в матче Кубка Чемпионов против Витца. Получил травму. Ждали его исландцы, но он так и не приехал. Вот и травма помешала ему выступить в этом матче. Литяков. И налево Колотовкин. Кирисов. Рыбак. Гретерсон. Партнер Гретерсон. Кульков. Торпин. Чуть-чуть сильно была сделана передача. Очень успел к мячу Сергей Юран. Упорный мяч держится на половине поля соперника. Может быть, он не хватает сейчас ударов по воротам. Ждут, вы знаете, наши футболисты выводного момента. Но пока исландцы обороняются почти всей командой. В центральном круге только один девятый номер Маргерсон. А остальные все отошли к своей штрафной площади. Вот, наверное, можно было ожидать, что такая плотная оборона будет создана исландской командой. И какие-то, наверное, варианты приготовили тренер для того, чтобы преодолеть этот оборонительный барьер. Редяхов. Торпин. Подача в стоклое очень сильная. Кого здесь нет. И не помню, в чем уже Ахмель Гретерсон. Ну, надо, мне кажется, вот этих длинных передач вдоль поля и по диагонали опасаться все-таки. Мне так кажется, что смоделирует игру исландцы своего чемпиона Викингура, который выступал здесь в Луженьках против армейцев Москвы. И вот именно после двух таких длинных передач были забиты два мяча в ворота ЦСКА. Так что надо опасаться, мне так кажется. Повнимательно внимательнее быть. Двенадцать минут сыграли команды в первом тайме. Пока 0-0. Исчет не открытий. Справдной удар. Обьет российская сборная. На мяча добровольский. Подача. Леяхов. Голотовкин. Неудачно стрелок у матч. У нашего защитника. И ушел за пределы поля. Удар от ворот исландской команды. Интересно, что вот накануне этого официального матча, можно сказать, дебюта сборной России, радиостанция «Эхо Москвы» провела опрос среди известных футбольных специалистов и среди известных артистов. Опрос, кто выиграет в сегодняшнем матче и с каким счетом. Ну, разные, в общем-то, были прогнозы, но почти все отдавали предпочтение нашей команде. За исключением, пожалуй, Юрия Никулина, директора цирка, который сказал, что счет будет ничейным 1-1. Ну, посмотрим, в чем-то решится этот матч. Насколько оправдается прогноз. Ну, самый крупный счет предсказал Зураб Саткилава, известный чемпиевцам. Он сказал, что 4-0 будет в пользу сборной России. Исландцы пока с мячом недалеко от центрального круга. У Марк Герсона отбирают мяч. Добровольский играет с Шалимовым. Вновь мяч у Добровольского. Колотовкин подключается к атаке. Почти все время мяч у россиян. Кирилляков и Колотовкин навешивает мяч на дальний угол вратарской площадки. Хорошо играет. Вот Кристин, что он выдал в Кипер, все время вышел из ворот. Вообще, конечно, очень интересно смотреть за игрой тех, кого мы очень давно не видели. Здесь вот контра-атака команды. Удар. Контра-атака такая была сборной Исландии. И мяч, сколзнув по стойке ворот, уходит за пределы поля. Вот это как раз длинная передача была. И еще не входя в штрафную, ударил по воротам Марк Герсон. Стойка ворот, мяч попал. Кульков. Шалимов. Колотовкин. Почаще, мне кажется, россияне используют левый фланг добровольский. Чуть-чуть далековато спустил от себя мяч. Ну что ж, здесь вот около штрафной площади, тем более штрафной. Здесь, конечно, мне кажется, надо брать игру на себя, для того, чтобы что-то решить. Но это, может быть, и неожиданно будет для соперников. Потому что очень тесные вот эти мелкие передачи. Они просто, мне кажется, не будут проходить. Вот еще одна подача в воротарскую. Опять на месте оказался воротарь. Исландской команды. Ну все корреспонденты, фотокорреспонденты. Все, без исключения, находятся за воротами Исландской команды. Польский. Удар в воротарь. Ну что, можно попытаться пробить, конечно, из такого расстояния. Ничего зазорного нет. Все варианты, мне кажется, надо попробовать сборной России, чтобы нащупать слабые места в обороне соперника. Попытаться их через фланги атаковать и слева, и справа, может быть, через центр. Хотя мне представляется, что тяжело будет пробоваться через центр. Очень насыщенная оборона Исландской команды. Попытаться и бить с дальней дистанции. Во всяком случае, в этой игре однообразие в действиях Археяна не должно быть. Удар в воротарь. Неожиданный удар. Но вот трудно сказать, правда. То ли поворотом бил Юран, то ли пытался сделать передачу. Удар от ворот Исландской команды. Смотрю, Черчесов разминается на 11-метровой отметке. Действительно холодно. И нельзя, чтобы замерз на воротарь. Что касается Бетгера Кристенсона, то он постоянно, в общем-то, в игре. И на выходах неплохо уже сыграл голкипер Исландской команды. Да и так не дают ему спокойно жить, по-моему, футболисту сборной России. Зашлой удар. Россия не бьют. Хлестов. Кульков. Шалимов. И опять, наверное, будет передача налево. Затаился здесь у бровки поля Колотовкин. Шалимов на правую игру переводит. Хлестов. Подача. Отошел назад даже Маргерсон. Девятый номер. Шалимов. Не точно сыграл Хлестов. Маргерсон. И подключается к атаке Гретерсон. Артнер Гретерсон. Мяч ушел за боковую. Мяч неправильно выброшен. Из-за головы надо бросать. Поэтому теперь уже сборная России видит мяч везде. Кульков. Гретерсон. Гретерсон. Оживается при передаче. И пошел вперед Юран. И уже сказал, что, конечно, интересно посмотреть, как выглядят наши футболисты, которые в зарубежных клубах выступают. Давно мы их не видели. Маргесон. Доброводки. Киряков получает мяч на правом фланге. Изъезжает из защитников. Передача пропустил сейчас мяч Юран. Это был, да, мне кажется, напрасно он это сделал. Ну, наверное, что-то ему подсказало, что должен быть там партнер. Но не оказалось. Никого никто не успел поддержать атаку. Дело в том, что довольно быстро разыграна была комбинация. Длинный пас на правом фланге. Там стремительный Киряков. Киряков очень быстро ушел от защитника. Так что никто не успел в штрафную площадь. Киряков. Киряков. Дуран. Нет, ну, решения правила нет. Из-за боковой будут вводить мяч в игру гости. Большое преимущество сборной России. Ну, надо как-то, вы знаете, все-таки посмотреть, мне кажется, действовать и в обороне. Ну, сейчас нет такого авантюризма, во всяком случае, не чувствуете. Доиграть еще, конечно, очень много времени. Ну, во всяком случае, один уже выпад гостей пропустила оборона сборной России. Маргерсон. Нарушение правил. Зацепили, только сзади, зацепили нападающего в горной Исландии. Зацепки мощного, еще такого таранного типа. Типичный, я скажу, центральный нападающий в составе команды Исландии. Вот девятый номер Рагнар Маргерсон. Итак, штрафной. Умещал Гудлинсон и один номер, капитан команды Греферсон. Это арбитер. Неудачно был выжим. В прошлом этапе Гуран ведет борьбу с защитником Герцелом. Ну, как и правило, гости. Ну, напрасно, мне кажется, поторопился, конечно, арбитер. Это свисток, как говорят в таких случаях, тоже проявившись. Ну, что, около 20 минут нас играли команды. В первом тайме пока по-прежнему ничья 0-0. Бальцом на правом передаче. Там один Анопко. Ведяков, вы знаете, мне так показалось, что было по правилам. Ведяков, образно, был идти, потому что сначала Ведяков сыграл у меня, но потом уже по умерти, мне кажется, шанс поболить в сборной зоне. И уже доцепился за ногу нашего игрока. Штрафной удар, тем не менее, арбитер встречи назначает. Берксон. 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 Подача. Подоспел. Высоковато. Чуть высоковато был плотный мяч в топную площадь соперника. Ну, пока мне так кажется, все вот моменты, которые возникают, они, правда, не достаточно еще острые. Уже, наверное, в дистанции команды связаны все-таки с Кирьяковым. Причем его нужно видеть и на левом слонге, а так и и на правом. Какой-то же уходящий, знаете, в форвард на составе сборной России. Добровольский. Опять подача будет, да, вот подача и мяч от ноги из ландшафа. Штрафистов уходит за линию ворот. Угловой. Так постепенно подтягиваются к штрафной площади соперника. Рассеяние пошел и в штрафную площадь высокий. Ановка. Кстати, если говорить о физических данных, то наша команда тоже довольно приличные показатели. Чистый удар пробили штрафной. Мяч летит к линии штрафной площади. Маргерсон. Перевод на правый план. И удар, наверное, будет поворотом. Да, удар поворотом. Высоковато. Черчесов ведет мяч в игру. Но пока скучает наш вратарь. Где, наоборот, он выпадает не очень большая нагрузка. Кульков. Шалимов. Колотовкин. Хорошая передача. И удар с воротом. О, молодец, братан. Дотянулся все-таки до мяча. Кристинсон и перевел мяч на угловой. Но как все хорошо. Шалимов делал. Посмотрите. Резанным ударом отправлял мяч в ближний угол. Но если бы чуть-чуть, может быть, посильнее, то вряд ли дотянулся бы тогда до мяча. Дал хитрый. Еще один угловой. Колотовкин подавал. Вот это момент. И Анопко там прекрасно сыграл. Сначала Карпин. Затем Анопко уже бил, опередив вратаря. Вот это Карпин. Анопко подставляет голову. И защитник исламцев. Это Гудвинсон выбивает мяч из пустых ворот. Вот еще один угловой. Подача. Колотовкин. Вот опасный момент. Удар к воротам. Вновь угловой. Вы знаете, прекрасно играет вратарь сладкой команды. Беркер Кристинсон. Еще один раз выручил команду. Ну, метров, наверное, с десяти сейчас бил Добровольский. Итак, угловой очередной. Мяч надо один с метровой отметкой. Вот это штурм ворот исландской команды. Кристов. Шалимов. Карпин. Просрел вдоль ворот. Шалимов с мячом. Еще одна подача в штрафную площадь низковат. Надо было повыше, конечно. Кристов. Очень большое преимущество сборной России. Не останавливает встречу арбитр. А вот сейчас показывает, что было положение у игры его помощник. Ну, поскольку главный судья видел, что мяч остался у исландцев, поэтому игру не остановил. Свободный удар бьет исландская команда. Кристов. Карпин. С мячом Кульков. Кульков и Виктор Анновко. Вот два центральных защитника в составе сборной России. Киряков. Удар. Ну, далековато, конечно, было. До ворот. Где-то из-за предела штрафной площади. Да еще головой бил Карпин. Штрафной удар. Россияне пробьют. Что придержали Шалимова. Ну, что ж, мне так кажется, в общем-то, претензий не предъявишь никаких нашей команде. Кто-то из кем-то скажет, что вот уже заканчиваются первые таймы. По-прежнему 0-0. Не могу забить ни одного мяча. Да нет, и моменты есть, и хорошие моменты у нашей команды. Ну, прекрасно играет вратарь. Да и очень уж плотно в обороне действует гость. И вот он матча. Шалимов. Добровольский. Вот хороший перевод мяча на правый фланг. Хлестову. Защитник. Неудачно сыграл. Ледяхов. Торпин. Подача. Выходит из ворот Кристенссон. Отбивает мяч. Исландцы, показывает судья, будут вводить мяч в игру. Да, все-таки от ноги Колотовкина не ушел за боковую линию. Тяжеловато, тяжеловато исландской команде. Все они, все футболисты играют, в общем-то, в обороне. И за исключением вот девятого номера Маргерсона. Ну, это передача, чтобы не замерз, наверное, Станислав Черчесов. Тридцать шестая минута идет первого тайма. Ноль-ноль пока. Кульков отправляет мяч на левый фланг Добровольскому. Колотовкин. Добровольский. Вот опасный момент. Чуть-чуть назад под удар. Не дошел мяч до Кириллякова. И выходит из ворот Кристенссон. Врата исландской команды. Он играет за исландский клуб Фрам. Неплохой видно вратарь. В этом случае надежно играет и на линии ворот, и на выходах мы уже его видели. Еще одну атаку готовит россияне Добровольский, недалеко от центрального круга. Мяч опускается на сетку. Сверху к вороту. Удар от ворот команды Исландии. Мяч опускается на сетку. Мяч опускается на сетку. Кристенссон. Маргерсон. Добровольский. Добровольский. Маловка. Карпин. 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 Это не так, что методом столкновения произошло с вратарой мусланской командой и просит, по-моему, галкипер помощь посмотреть все в запасе. Второй вратарь из Воронежской Исландии – это Лавур Годсколса. Да, придется оказать помощь галкиперу. Пять минут остается до конца первого тайма, пока ноль-ноль. Вот такое неудачное было столкновение Юрана с вратарем исландской команды. Особых надежд тренер сборной Исландии не высказывал по поводу исхода этого матча. Это было, правда, перед игрой и признает, что поражение неделю назад от Греков подорвало моральный путь команды. Ну, кто знает, может, это желание помидеть, все-таки, бдительность сборной России. Конечно, она должна обыгрывать исландцев. В классах и выше есть побольше хороших исполнителей. Но при одном условии, при полной отдаче в этом матче каждого футболиста. Ну, собственно, претензии, мне так кажется, предъявить пока никому нельзя. Действительно, все двигаются неплохо и борьбу ведут. В общем, никто, мне кажется, не отлынивает от игры. Бывает такое. Ну, кто знает, может быть, время нужно, чтобы преодолеть вот эту оборону. Может, какой-то неожиданный ход может решить исход этого матча. Шалимов, Колотовкин. Мяч остается у сборной России. Шалимов. Котровольский. Вот видите, какое скопление игроков перед штрафной площадью. Здесь мелкая игра, мне кажется, не годится. Обязательно мяч застрянет в чих-то ногах. Не в чужих, как свой футболист не справится просто в такой чистоте. Четвертый номер, вальсу с мячом. Играет СГРЯ Тарсоном. Ледяхов. Колотовкин. Почаще все-таки сборная России левым флангом атакует. Шалимов. Колотовкин. Канопка. И Колотовкин. Подача. Пока удачнее действуют защитники. Ну, вообще-то это неудивительно, поскольку они всегда лицом к мячу находятся. Часто очень нападающим приходится спиной к воротам принимать мяч. И, в общем-то, защитник может выбрать момент и сыграть на перехвате. То, что, в общем-то, и делают сейчас игроки обороны исландской команды. Да и у них пока есть, пока есть численное преимущество штрафной площади. И за боковой исландцы вводят мяч в игру. Арбитр матча посматривает на секундомер. Вот-вот раздастся свисток об окончании первой половины встречи. Гудвецон. Добровольфий. Жестая была передача. Юрану не справился футболист. Торопится Хлестов. Штрафной удар. Россияне бьют. Шалимов. Холотовкин. Угловой еще один. Я думаю, что, ну, минуту, наверное, прибавила орбита. Вот, когда пауза была на вратарю, оказывалась на помощь. Кирико подает с левого фланга. Кирико подает с левым фланг. Там в борьбе за мяч с Карпиным кто-то из футболистов сборной Исландии получил травму. Ну, если это серьезно, ну, и не сможет продолжать игру в сборной Исландии игру, это, во всяком случае, врач должен определить то, может быть, помощь, что медицинскую оказывает за пределами поля. Вот эти вот паузы, мне кажется, на руку. Исландской команде. Да, при большом очень преимуществе прошел первый тайм. У Исландцев был один момент. Два удара они поворотами нанесли, но один удар был чрезвычайно опасный. Мяч попал в стойку в ворот. Ну, один удар был очень уж неточный. Что касается сборной России, то был момент его добровольства. Затем вынесли мяч Исландские защитники уже из пустых ворот. Вот, условно, тоже моменты были для... Ну, побольше, естественно, побольше. И очень уж большое преимущество сборной России. Пока она его использовать не может. По всей вероятности, не хватает ударов поворотов. Итак, «Свисток арбитера» закончился первый тайм. Пока ничья 0-0. Перерыв. По футболу между сборными России и Исландии. Сейчас начинается второй тайм. Пока 0-0. При очень большом преимуществе сборной России. Были ли моменты для взятия ворот? Да, были. Но не использовала их команда России. Причем, исландцы, как и следовало ожидать, всей командой. Буквально всей командой обороняются. Лишь только моментами один нападающий Марк Герсон находится около наших двух центральных защитников. Я смотрю, замена произошла в составе сборной России. На поле появился под 18-м номером Татарчук. А вот кого он заменил, пока я не могу вам сказать. По-моему, нет в составе команды Холестова. Дмитрия Холестова. Нет Холестов. Есть на поле. Вот это Татарчук. Киряков с Юраном. Два нападающих. Так что вот Татарчук. Это такая мощная поддержка, мне кажется, двум форвардам нашей команды. Вместо Ледякова вышел Татарчук. Да, совершенно точно. Нет на поле Ледякова. Что касается гоккей, то пока изменений в составе я у них не вижу. Ну, собственно, для них более, мне кажется, чем удачный исход был первого тайма. Ничья 0-0. Как на эти матчи поклонники футбола могут прийти бесплатно. Билеты продаваться не будут. И также 28 октября здесь отбор всем от чемпионата мира между командой России и сборной Люксембурга. И тоже вход бесплатный. Ну, естественно, что на европейские кубки вход будет платный. Мяч ушел за линию ворот, так что удар от ворот сборной Исландии. Довольно активно, в общем-то, играет сборная России. Ну, что-то никак, видите, Шалимов не придет в себя. Кровь, видимо, из носа идет ему и никак не остановят ее врачи. Десятером пока сборная России осталась. Бальцом. В ее направлении Маргерсона. Тот неудачно играет. Я так чувствую, пытался оставить мяч партнеру. Но так удачно, в общем-то, получилось. Остался все-таки мяч у россиян. Перевод игры на левый флаг. Кирилльков. Добровольский. Колотовкин. Кирилльков. Добровольский. 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 Неплохой. Останавливает арбитр встречу. Там означает страшный удар в сторону вороты шлангской команды. Там очень юбежно обошлись Сергею Юраном. Ну, увидели же арбит. Вот он показывает, что Игорь Шалимов может вернуться на поле. И так, что основа удара довольно опасна. Доворот. В метрах двадцать. Естественно, стенка устанавливается. И что-то придумали наши футболисты. Есть домашняя заготовка. Добровольский. И так, в ворота. Чуть-чуть выше перекладины летит мяч. Два наших игрока, которые стояли перед мячом, вы видите, разбежались. Но, трудно сказать, дотянулся бы до мяча или нет. Кристинсон. Удар от ворот. Вальцом. И мяч уходит за боковую. Уборная Россия будет вводить его в игру. Кристов торопится. Сотокчук. Нет, молчится, Кристов, арбитра. А попридержали все-таки рукой Юрана. Вот хорошая передача. И боковой судья на этот раз показывает, что было положение в игру. Ну, если будет по фору этого момента, мы с вами можем определить, как ли это было. Видите, раздевает в сторону руки. Стоит Юран. Удивляется, как это так. Судья не дал один стиметровый. Ну, мне кажется, что если только наверняка собьют, то есть, деваться некуда будет арбитра, только тогда он назначит один стиметровый. Опасная игра была. В сборной России. Слободный удар пробьет. И стол. Играет с Добровольским. И налево, наверное, Кривотовкин. Нет, еще дальше по диагоналии. В направлении Кириллякова. Их упускают. Тот мяч, вернее, не он опускается. Кривотовка была сделана передача. И за боковой ведут мяч в игру. Иссанские футболисты. Берцов. Добровольский. Мяч все время у сборной России. Не вижу, кто-то из наших игроков получил травму. По-моему, это Кривотовкин. Больше не будем. Он там на левом фланге играет. С огоньком все-таки играет сборная России. Ну, без этого футболка был бы, наверное, пресный. Какие не были исполнители. Можно ли говорить о невезении в этом матче? Ну, в какой-то степени, может быть, и невезет. Ну, еще раз приходится говорить о том, что, наверное, сборная России готовилась именно к такой игре, когда у соперников уж очень будет насыщенная оборона. Спорный мяч. На центральном круге. Это Юрий Семин. Один из наставников сборной России. Добровольский. Холотовкин. Переход. Ну, может быть, чуть-чуть побыстрее принимать решение нашим игрокам. Как спасает Юран с мячом. Только отбивается сборная Исландии. Наверх в штрафную. Карпин ведет борьбу. Опасная игра была со стороны Карпина. Ну, что, опять должны вмешаться врач команды массажиста. Травму получил седьмой номер. Витамин Терксон. Свободный дар бьют исландцы. Нашим тренерам удалось почти всех игроков, которые выступают за УДЖР, пригласить вам на этот матч. Но, может быть, исключительно составляет там честь. Который, кстати, не принимает все соответственные решения. За какую-то информацию, что так все игрокам у нас и этого в Украине. Кстати, в отборочном цикле к чемпионату мира девяностого года в Украине в Италии первую матчу бывшие сборные СССР проводила тоже от Исландии. Ротовкин отправляет мяч на левый фанк. Ильякову. Подача. Ватальков убит игру. Удар в воротам. Как-то неуверенно сейчас действовал галкипер исландской команды. И опять защитники выручили, выбили мяч из пустых ворот. Очередной угловой. Добровольский. Подача к линии с одной площади. Исландцы выбивают мяч. Еще одна атака сборной России. Колотовкин. Подача на угол вратарской площадки. Прекрасно играет на выходе Кристинсон. Мяч в руках у галкипера. Большая нагрузка сегодня на него выпала. Пока справляется. Шалимов. Баргерсон. 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 бить по воротам. Все-таки я считаю, что и в первом тайме было мало ударов по воротам. И во втором прошло, наверное, около 15 минут второго тайма. Такое впечатление, что наверняка хотят разыграть мяч футболисты сборной России. Вальсон. Хорошо, ничем распорядился Гудликсу. Передача на правый план. Вот опасный момент может возникнуть. Анопка выбивает мяч из штрафной площади. Гудликсун. И Черчесов. Анопка. Ну, в общем-то, сегодня на поле, по сути, одна команда, только сборная России. Исландцев, ну, видели мы не раз, спит здесь, в Лос-Мехах. И развивались матчи по переведению отборочные и чемпионата мира, и отборочные игры первенства Европы. С участием сборной, тогда бывшей еще, и СССР, и Исландии. Ну, сильное впечатление, естественно, исландцы не произвели. Ну, и точно такой же характер игра носит, как и в предыдущих все-таки встречах. Одна команда почти все время атакует, а другая думает только об обороне, думает, как бы не пропустить мяч. Лудвецом, Потапчук, классный удар. Шалимов, Блистов с мячом, Опять неправильно сыграли против Юрана. Страховый удар. Наверное, его обратили внимание. Сергей Юран очень мило закрывает мяч корпусом, то есть подобраться к нему трудновато у защитника. Причем делать это уже и пределы в сплошной площади. Итак, опять тот же вариант, что и несколько минут назад. Штрафной, два футболиста стоят перед Добровольским. Вот так, с воротом, другой угол бил Добровольский, не обводил стен, по ударам направляем мяч в угол ворот, но промахнулся. Далее дековато, кстати, от ворот мяч прошел. Кристинсон введет мяч в игру. Вальсон. Штрафной удар. Гости будут бить. На газоне оказался одиннадцатый номер Сигурдур Гветерсон, капитан исландской команды. Курков. И черчев вынужден ногой выбить мяч из воротарской площадки. Курков. 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 Так два уже предупреждения получила команда Исландии. Штрафный удар бьют россиянец. Разыгрывают мяч Курков. Курков. подыграл рукой себе нападающий и штрафной удар так состоялся все-таки этот долгожданный мяч кстати первый мяч сборной россии в официальных играх добровольский и пошел дальше юран нет это был не юран а датарчук ему показалось что защитник явно достает мяч поэтому как-то безнадежность ситуации почувствовал датарчук а как раз защитник не дотянулся до мяча шалимов киреяков хорошо прорвался штрафную передача должна была быть назад замешивался датарчук вы знаете у киреякова просто великолепный интервьюг и все время почти все время идет на обострение добровольский упускает мяч за линии ворот удар от ворот сборной исландии грифтинсон бьет центральный круг под лицом грифтинсон удачно не попадает по мячу киреяков чуть-чуть отпустил мяч ну и к тому же еще не задел ножу киреякова так что гости будут вводить мяч в игру а делает это герксон грифтинсон а в грифтинсон а вы ну что вот после ضبитого мяча немного успокоилась по моему играя ясла А то, что, в общем-то, не так насыщенно стало, вроде бы, оборона исландской команды. Значит, будет еще возможность для хорошей комбинации. Нет, должна сборная России. И еще несколько моментов создать газеты «Ворота Клистов», «Копин». И еще дальше налево, да, Кульков, Колотовкин, Добровольский. Игра рукой была на штрафной удар. Российская сборная будет бить. Да, тяжелый, очень тяжелый матч выдался. Вот этот матч стартовый в отборочном цикле для сборной России тяжеловатый. В общем-то, мне кажется, всегда очень трудно играть, когда одна команда думает только о Болгороде. Даже где-то будет минимум, что Азаранец-то легче, чем атаковать, созидать что-то. Ановка, поездка, воротом, в дуальной дистанции была на метрах, наверное, 35-40 было до ворот соперника. У него, кстати, неплохой удар. И мне кажется, вообще Ановка как-то прижился уже на месте центрального защитника, свободного центрального защитника. И Спартаке сейчас в этой роли выступает. Ну, может быть, об универсализме не будем говорить этого игрока, потому что мы его только на двух местах видели. Или он играл в средней линии сейчас вот на месте свободного защитника. Вратарь исландской команды вводит мяч в игру. Кокопчук. Единная перегача к линии штрафной площади. Ановку повнимательнее должен сыграть. Клистов. Шалимов. Колотовкин. Очень активно проводит всю встречу Сергей Кирьяков. Обыграл двух и сад. Вот так в воротом. Ну, пожадничал, мне кажется, немного пожадничал. Но сыграл-то сам просто великолепно. Молодец. Видит, как под себя убрал мяч. Кстати, вот не всем удается это делать. Просто тормоза, как говорят, хорошие у Сергея Кирьякова. Может быть, стоило Кирьякову в этом игровом эпизоде продвинуться чуть-чуть подальше. Сблизиться с воротарем. И угол был острый, в общем-то, для удара по воротам. Итак, Кристенсом, вратарь Исланцев, вводит мяч в игру. Ну, я думаю, что не стоит говорить вообще о каких-то тактических, так сказать, или хитростях обеих команд. Тут в этом матче все ясно. Останется мяч у Торчука, да, играет с Добровольским. Кирьяков на левом фланге просит мяч. Получает его. Должен обыграть вот пострел вдоль ворот. Колотовкин. Небрежно, небрежно сыграл защитник. И опять передача в направлении Кирьякова. Добровольский. Юран, удар, поворотом. Что-то не рискнул сразу ударить Юран поворотом. Игра рукой, да, Каппит остановил мяч рукой. Я еще в первом тайме что-то начал говорить о том, что кто может выйти в сборную России на замену. Но тут отвлекли меня, и острая ситуация возникла около ворота исландской команды. Так вот, я сейчас после этой атаки скажу удар. Атап чуть-чуть поворотом. В запасе у нас сегодня воротарь Харин. Могут выйти на поле Горлукович, Колыванов и Мостовой. Так что, одну замену уже сборная России провела. Так что, вот, кто-то из трех, или четырех футболистов может выйти на поле. А пока готовят замену исландцы. 14 номер, верно, он собирается выйти на поле. Посмотрим, кого он заменит. Ну что, мне думается, премиум исландской команды пора уже подумать о том, как бы усилить атаку. Татарчук играет Санопка. Фалимов. Вот одна из причин, почему так тяжело дается этот первый официальный матч в сборной России. Дело в том, что команда новая по существу. Она только создается. Это, без сомнения, команда с хорошим будущим. И если она пробьется в финал мирового первенства 1994 года, я думаю, что с этой командой можно рассчитывать на хорошее место на мировом первенстве. Учтем еще, не все футболисты, на которые выступают за рубежом, смогли приехать. Ну, я имею в виду, только у кого-то Дмитрия Кузнецова. Учтем еще футболисты, у которого трал Кирьяков с мячом. Фалимов. Добровольский. Опять мяч отправляется на левый план Кирьякову. Подача. Уверенно играет на выходе вратарь Исланца. Ну, Кирьяков, без сомнения, один из лучших в сегодняшнем матче. А это Колыванов. Он собирается выйти на поле. Пятнадцатый номер нападающей сборной России. Берксон отдает мяч направо. Не так уж много времени, вы знаете, остается до конца встречи. Где-то, наверное, минут 14-15. Переход. Ну, будет сюда. Вот так, к воротам. Вот так вот снимает мяч. Очень быстро, вы знаете, мяч обрабатывает Кирьяков. И решение принимает довольно быстро. Итак, вместо Юрана выходит сейчас на поле Колыван. Это такая связка старая. Динамовская связка Колыванов-Кирьяков. Ну, Юран тоже хорошо очень потрудился. И замена в составе команды Исландии. И под 14-м номером выходит Гернатор Сон вместо 10-го номера, по-моему. Вместо 10-го номера это Артнер Греттор Сон. Так что сборная России уже использовала все замены. Юра, я еще раз говорил, хорошо подрубился. И никаких, по-моему, претензий к нему предъявить нельзя. Плюс к всему еще и пока единственный мяч в этой встрече на его счету. Клистов. Страхной. Старпин, побыстрее налево отправить мяч добровольственным. Старпин, побыстрее налево отправить мяч добровольственным. Футболисту сборной России. Как-то мне так показалось по активнее все-таки левой флангу сборной России, где добровольский удачно действует. Девушки, говорю о Кирякове. Лотовкин постоянно подключается к атаке. И вот поскромнее выглядит правый фланг. Здесь Карпин, Хлистов, который почти все время занят только оборонительной функцией. Киряков, контратака. Да, действительно, контратака сборная России. Падает Киряков. Арбитр показывает, что надо вводить мяч в игру. С угла вратарской площадке. Да нет, какие тут могут быть сомнения. Нас зацепили ведь Кирякова. Да, мы оставим это на совести арбитра. Хлистов. Ни разу не дотронулся до мяча еще четырнадцатый номер исландцев, но успел уже ударить по ногам нашего футболиста. Страфной удар. Шалимов. Добровольский. Отбирает мяч у Кирякова-Мартинсона. Номер пятнадцатый. Команда Исландии. Вместо Артура Исландии. Страфной удар Исландии теперь будут бить. Играет Бальдор Бьернассон. Повнимательнее надо в обороне сыграть. Добровольский. Ярно сон. И Анопко молодец. Дотягивается до мяча. Так чисто отбирает мяч у соперника. После окончания матча. Анопко. Пресс-центре состоится пресс-конференция. Кульков играет с Шалимовым. Тот по центру продвигается к штрафной площади соперника. И рассчитывал, конечно, на точную ответную передачу партнера. Но не очень удачно сыграл Татарчук. Ну и недоволен чем-то Карпин. Ждал, наверное, на передаче направо. Бальдсон. Клистов. Карпин. Ну, какая средства у защитника исландской команды. Мне кажется, оборона просто устала у сборной Исландии. Ну что, штрафной должны бить исландцы. Нет, из-за боковой быстро ввели мяч в игру. Маргерсон. Шалимов. Пока вы знаете, как не виден Колыванов. Я понимаю, что тяжело вот так входить в игру. Тем более, когда у соперника очень плотная оборона. Ну, мне так кажется, и до мяча-то еще ни разу не дотронулся Колыванов. Внимание у спортивных журналистов. После окончания матча в предсцентре состоится пресс-комперенция. Добровольский. 1-0 по-прежнему выигрывает сборная России. Ох, какая хорошая передача. Киряков. Да, жаль. Удар от ворот. Выходят зрители, занимающие места верхнего яруса. И только после этого выходят зрители, занимающие места нижнего яруса. Просим вас, дорогие друзья, прибыль и соблюдать организованность и порядок. Спасибо за внимание. Христов. Колыванов. Вот, наконец, получает мяч наш нападающий Добровольский. Карпин. Вошел уже в штрафное соперника. Удар поворотом. Знаете, неплохо пробил неожиданно. И мне так показалось в последний момент вратарь увидел мяч. Ну, я уже говорил о том, что вратарь надежный у исландской команды. Он и на выходах хорошо играет, он и надежен на линии ворот. Несколько раз в бросках забирал мяч. Надежный вратарь, ничего не скажешь. Киряков. Вот, пока никто не страхует исландского защитника, можно было бы пытаться обыграть его Добровольский. Ну, конечно, штрафной должен быть. Нет, все-таки не изменили себе исландские футболисты. Они опять всей командой только защищаются. Это четвертая игра исландской команды. Имеет она всего лишь два очка. И я думаю, что если она потерпит в этой встрече поражение, то надежд на выход в финальную часть чемпионата мира никаких у исландцев не останется. Итак, Добровольский бьет штрафной удар. И так, у меня ничего не изменилось, пока была реклама. Атакует по-прежнему сборная России. Не очень точная передача сейчас сделал Колыванов. Чуть-чуть помягче бы отправил, да и поточнее мяч партнеру Добровольский. Удар поворотом. Ну, не получился удар. Да, подходит к концу этот матч, но еще, вы знаете, предстоят здесь игры на стадионе Лужниках и в рамках чемпионата России. И еще один отборочный матч сыграет сборная России с командой Люксембурга 28 октября. Может быть, чемпион России определится 17 октября, когда встретятся московские команды Локомотив и Спартак. Спартак достаточно одно что набрать, чтобы завоевать золотые медали чемпионов России. Кстати, начинает уже определяться и команды, которые на будущий год в высшей лиге российского футбола будут играть, будут играть в частности команда КАМАЗ вышла в высшую лигу. из-за боковой вводит мяч в игру в гости. Черчетов забирает. Ну, не надо, может быть, торопиться. Сарпин. Христов хорошо ушел от защитника. Сознательно пропускал мяч Колыванов сейчас, но до партнера мяч все-таки не дошел. Из-за боковой в гости вводит мяч в игру. И еще одна, я смотрю, замена в составе команды Китландии. Вместо Кристиансона на поле выходит под 16 номером Хаконарсон. 17 числа играют Спартак Макомотив Москва. 28-го сборная России сборная Люксембурга. Трудно сказать, чем эта замена вызвана, но, может быть, травму получила в шестой номер в мяч в команде уже не может продолжать иглу. и, может быть, устал. Все возможно. Итак, из-за боковой ввели мяч в игру гости. Передача в шторфную площадь. Анопко дотягивается до мяча. Шалимов. Внимание! В сборной команде Несла без замены. Вместо Рунера Христиансона номер шестой Герликсон играет Свенбург. И Колыванов подошел на помощь, отобрал мяч. Вдвоем они с Кирейковым и пять игроков обороны сборной Исландии. Здесь не очень любезно с Колывановым обошелся восьмой номер Герликсон. Повтор этого момента явно руками задерживают нашего футболиста. Штраф Молдар. Мне кажется, вот-вот должен раздаться уже свисток арбитра об окончании матча. Минуту две, наверное, осталось еще сыграть команду. Не так активно, мне кажется, стала играть наша команда после забитого мяча. Посчитал, что с этой труднейшей задачей пробить оборону соперника она все-таки справилась. Ну и подводя итоги, надо сказать, что все-таки неплохое впечатление оставила сборная России. Вот опасно может возникнуть момент и мяч опять в руках у галкипера Кристенсона. Добровольский. Вот есть возможность хорошее для атаки передачи направо к Карпину. Добровольский. Ну, сейчас явно хотели завести просто мяч в ворота. Был же момент у Татарчука, надо было бить уже по воротам. И вот звучит финальный свисток. Матч между сборными России и Исландии закончился. По счетам 1-0 выиграла команда России. Это первая победа ее в пятой отборочной группе. Мяч на счету Сергея. Юрана. Мы поздравляем с удачным дебютом сборного России в отборочных и желаем в дальнейшем ей только побед. На этом мы заканчиваем нашу передачу, организованную в студии спортивных программ. Режиссер Ян Садеков ввел репортаж Евгений Майоров. Слово доброго. Защищенности спортсменов имени Льва Яшина. Поздравляю сборную России. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова